Даль великая, даль бескрайняя, в заколице и в судьбе, я тебе... Сейчас увидите. Итак, выбор места. Только здесь по вебинару надо. Просто сам принцип. В любом месте. Видите, культурные груши. Савинский алюминиевый залог. 47 минус 48 я не раз видел на табло. А я же не сгляжу с утра до вечера. Значит, было и 50 минус. Застощайший климат, бесснежье. Тепловая подушка, хитрая хитрость. Теплый дом, буква Г. И утверждать, что они выдерживают 50 градусов мороза, я не могу. Но 40 выдерживают. Потому что остальные от 40 до 50, это замещает снег. Тепло от дома и так далее. То есть, сам принцип. Ищите и обрязчивайте. Давайте смотреть. Пригодный ландшафт. Практически любой, лишь бы только не серный склон, и лишь бы только не продувалось ветрами с утра до вечера. Потому что есть места, где ни одно дерево не росло, а участки дают, и люди садят. Географическая широта. Широка, невообразимая. Когда я узнал, что в Сочи нет абрикосов, я за голову схватился. Надо же найти причину. Прежде чем что-то посоветовать. Роза Ветров. Понятно. Красивое название. Роза Ветров. Залегание подземных вод. Значит, уже фильм на моем этом есть. Как он называется? На моем YouTube-канале. Статья есть. И что получается? Об этом сейчас говорить не будем. Кроме одного. Значит, мы должны начинать сколоться. Это самый главный совет. А потом поломать себе голову. Я взял первую же фотографию из тех, которые мне прислали. А вот человек говорит, я буду вот тут сажать. И тут ясно, есть низина. Возможно, близко к грунтой воды. Вот, знаете, я сюда нахожусь. Здесь повыше. Вот они растут. Длинномеры, назовем так. Вот они, да. А вот там дальше кустарник растет. А вот там густой лес. Но вот так вот идет такая черта. Это значит, когда-то отвоевали эти все места. Отвоевали. И здесь, потом, когда забросили, бывшая пахота или бывший покос. И когда забросили, снова начал возрождаться лес. Видите? А вот здесь вот явно, ручей на ручей, это самое низкое место, самое опасное для садоводства. А вот они кустарники. Это я сразу говорю набитым глазом. Здесь ручей не обязательно вы видите. Может быть, вы ни одной капли воды не увидите. Значит, он подземный. Вот уже, пожалуйста. И начинается. А как советуют? А вот начинается. Склон к югу, к северу. Проходили? Проходили. Идем дальше. Это еще одна фотография, под руку попалась. Это Алтай. Вот. Вот это, как мне в письме было написано. Это бывший, вот он, бывший, но уже забросенный сад. Место было выбрано удачно. Южный склон, а тот уже северный склон. Тот, там уже хуже. А человек говорит, ну это, правда, ни к теме не относится. Что мне делать? Я говорю, не связываться, что делать. На том склоне у вас будет, это, на несколько градусов холоднее. Так. Тепла будет меньше, в среднем. А здесь старый сад, он уже служил новой на этом месте. Уже не вырастить. Земля загублена. Это так, слово просто показательное. Представляете, как дать совет такому человеку. Вот. Или вот такому вот. Это разные вещи.